Здравствуйте, меня зовут Евгения Кузнецова и сегодня мы с вами выпал в урок по методу Фильденграйза, который через дыхание поможет расслабить мышцы поясницы, тонизировать пресс, уменьшить провисание промежности, чувствовать себя стройными и привлекательными. Лягте, пожалуйста, на пол, расположитесь комфортно, почувствуйте, как ваше тело соприкасается с полом, наисколько этот контакт приятен, почувствуйте, как выпуклость затылка соприкасается с полом, как арка шейного отдела переходит в выпуклость грудного, как арка поясницы переходит в выпуклость ягодиц. Прислушайтесь к своему дыханию, где вы ярко, наиболее ярко ощущаете дыхание вдоха, на уровне грудной клетки или живота. Давайте положим руки на живот и почувствуем, что делают наши мышцы пресса в момент дыхания, на вдохе. Они втягиваются или, наоборот, живот наполняется объемом. Давайте поменяем положение рук. Одна лежит выше, чем другая на животе. И почувствуйте, где вы движение вдоха с животом чувствуете наиболее ярко, на уровне подреберья, в области пупка или в области лона. Теперь давайте согнем нулика в коленях, поставим стопы на пол и перекатим крестец и таз к себе, прижимая поясничку к полу. Мягко, плавно вернемся обратно. Опять перекатим крестец и таз к себе, прижимая поясницу к полу. Мягко, плавно вернемся обратно. Почувствуйте, как вы делаете это движение. На вдохе, на выдохе или задержке дыхания. В очередной раз, прижимая поясничка к полу и перекатывая крестец и таз по направлению к пояснице, сократите мышцы пресса. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. Опять перекатите крестец и таз по направлению к поясничке, сократите мышцы пресса. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. Опять прижимите поясницу к полу, сократите мышцы пресса, сделайте вдох. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. Прижимите поясницу к полу, сократите мышцы пресса, сделайте вдох. Вернемся в нейтральное положение. Великолепно. Теперь давайте сделаем движение немножечко в другой последовательности. Сначала сделаем вдох, сократим мышцы пресса и прижимем поясничку к полу. Вернемся в нейтральное положение. Опять сделайте вдох, сократите мышцы пресса, перекатите поясничку, прижимите ее к полу, вернемся в нейтральное положение. Теперь давайте сделаем только два движения вместе. Мы будем делать вдох, сжимать мышцы пресса и возвращаться в нейтральное положение. В очередной раз сделайте вдох, сожмите мышцы пресса, отиммерся, потом сократите мышцы промежности. Вернитесь в нейтральное положение. Вдох, вы сокращаете мышцы пресса, сокращаете мышцы промежности, Возвращайтесь в нейтральное положение. Немного поменяем последовательность действий. Сначала сократим мышцы промежности, сократим мышцы пресса. После этого сделаем глубокий вдох. Мягко, плавно вернемся в нейтральное положение. В очередной раз сократите мышцы промежности, сократите мышцы живота. Сделайте вдох. Вернитесь в нейтральное положение. Теперь давайте повторим изначальное движение. Перекатим крестец по направлению к поясничке. Прижмем поясничку к полу. Вернемся в нейтральное положение. В тот момент, когда вы прижимаете вашу поясничку к полу, арка шеи на дуги остается неизменной? Или вы чувствуете, что шея меняет свою кривизну? Может быть, подбородок прижимается к шее, стремится? Или поднимается вверх к потолку? В тот момент, когда вы перекатываете крестец и таз по направлению к поясничке, поясничку прижимаете в полу, мышцы пресса втягиваете. Остается ли на полу неподвижная головушка? Или она совершает движение в статах движения пояснички? Теперь, пожалуйста, уприньте язычок в небо. Оставьте его в этом положении. И также мягко, плавно прекратите крестец и таз по направлению к пояснице. Вернитесь в нейтральное положение. В тот момент, когда вы прижимаете поясничку в полу, почувствуете, что делает ваша шея, увеличивается ли давление языка на небо. Великолепно. Выпрямляйте руки, ноги. Отдыхайте. Продолжение следует. Продолжение следует...